Всем привет, друзья! С вами я, очарованный странник. И я нахожусь сейчас на самом севере Соединенных Штатов, на самом севере штата Монтана, совсем недалеко от границы с Канадой, в национальном парке, который называется Ледник или Glacier National Park. Невероятно красивое место, потрясающая природа, горы, ледники, леса, озера. В общем, добрался я практически до самого края страны. И сейчас я нахожусь в этом просто потрясающем месте, в котором я буду исследовать пару-тройку дней. Здесь есть что посмотреть, поверьте мне. Честно говоря, совсем недавно я был в Йеллоустоуне и думал, что уж после Йеллоустоуна, наверное, особо как бы ничем не удивить. Нет, вот буквально первые мои мгновения здесь, в этом парке, они уже очень-очень сильно радуют. Итак, друзья, исследование этого чудесного парка. Я начинаю с посещения озера, которое называется Джонс Лейк, озеро Джона. Потом я иду на водопады Макдональд и потом возвращаюсь обратно. Первый трек этот совсем небольшой, может быть, займет он час-полтора. Но, как говорят, очень красивый. Проходит он сквозь вот такой вот потрясающий густой лес, поросший ёлками, с вот такими вот совсем свежими листочками. Дышится здесь прекрасно, гуляется потрясающе. Главное, чтобы медведи-гризли не сожрали. Друзья, я в полном восторге от этого леса. Он просто какой-то сказочный. Он напоминает мне лес из фильма «Властелин колец» или что-то в этом духе. Просто нереально все. Поросшее мхом, гигантские деревья огромные. И, в общем, такая лесная тропинка сказочная. Вот я и дошел до этого озера Джонс Лейк. Совсем небольшое озеро, но очень симпатичное в лесной чаще у этого прекрасного леса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кстати, друзья, обратите внимание на цвет воды. Это настоящая, стопроцентная, чистейшая, талая вода, которая спускается с ледников. Как видно по названию парка, здесь их должно быть много. Вот, и примерно такую же картину я видел в Патагонии. И можно пить, в общем, воду прямо из любой реки, из любого ручья. Патагонии. Патагонии. А сейчас, друзья, я подошел к водопаду Макдональд. Совершенно небольшому, примерно, ну, наверное, не выше, чем 10 метров. Но очень красивому и очень-очень такому мощному и интенсивному, с таким просто невероятно мощным потоком воды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, друзья, второй хайк, который я делаю сегодня, это уже хайк посложнее и подлиннее. Называется он Аваланж или Лавина. И, собственно, тропа идет в сторону озера и доходит до озера одноименного Аваланж. И там она и прекращается. Длина этого трекинга порядка 80 небольших километров туда-обратно. В общем, говорят, что это один из самых красивых здесь хайков в западной части парка. А вот этот ручей, он также называется Аваланж по имени озеро. И он, собственно, из этого озера и вытекает. Очень бурный, красивый ручей. Музыка. 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 Вот оно, друзья. Это потрясающе красивое озеро. Озеро Аваланж. Я понимаю, почему оно так называется, потому что, наверное, вот с тех вот склонов постоянно сходят лавины. Плюс здесь целых несколько вот раз, два, три, четыре и там еще пять огромные такие горные ручьи. Я бы даже сказал водопады. Ну, еще один решил сделать хайк сегодня. Вот это вот озеро, которое я сейчас только что посетил, оно просто было невероятно красивым. Однозначно этот хайк был просто чудесен. Вот. И сейчас я делаю еще совсем маленький, буквально, может быть, полуторакилометровый хайк перед тем, как на сегодня попрощаться с этим парком, с западной его частью. Хайк называется Rocky Point, что означает каменистое место. Должен быть красивый вид на озеро и на горы, естественно. Кстати, как мне рассказали, в этой части парка в 2003 году был пожар. И вот смотрите, только вот верхушки сосен уцелели, а многие деревья вообще голые. И вот начали подрастать уже молодые сосны и вообще молодые деревья. То есть новое поколение леса подрастает. Лет через 20 будет таким же высоким и мощным, как вот, например, по эту сторону. Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, друзья, я дошел до места, которое называется Rocky Point, каменистое место. Здесь потрясающий вид на озеро, которое называется Макдональд. Собственно, здесь вот, в этой части парка все называется Макдональд. Вот и ручей, и река, и водопады, и озеро. Озеро, кстати, достаточно крупное. В ширину оно примерно, ну, наверное, иногда около километра, иногда чуть меньше. А в длину оно, ну, уж точно больше 10 километров. Оно такое, в общем, вытянутое, узкое, длинное озеро. Вот. Невероятно красивые горы вокруг. Вообще, место просто шикарное, друзья. Парк Ледник на севере штата Монтана. Это невероятно круто.